Ставить машину Андрей теперь максимально аккуратно. Одна неосторожная парковка в октябре стоила ему кругленькой суммы. Внимательные соседи пожаловали, что автомобиль въехал на газон. Мы вышли, одни машины стоят. Не детской площадки, не чтобы лавочек нет, чтобы посидеть. Тогда машины пусть стоят, а я должна с внуком пойти на стоянку и гулять там. Квитанция пришла спустя полгода. Юрист прокомментировал это так, что суд уже состоялся и как бы здесь оспаривать или что-то уже нет никакой возможности. И вынесли штраф на 3000 рублей. Машину больше ставить некуда, разводит Андрей руками. Узкий дворовой проезд, деревья и детская площадка. Причем такие стихийные парковки в Знаменке правило, а не исключение. Неоднократно мы пытались как-то найти место, куда ставить машину, пытались как-то эти вопросы решить. Пытались на официальных парковках приютиться, но их в поселке всего две. Да и парковками они называются очень условно. Второй раз я попытался поставить свой автомобиль около магазина Знаменского. В итоге утром у меня проткнули все колеса. Такое скитание по стоянкам сплошное разорение не сдерживает эмоций Андрей. И без машины никак работа в Орле, как и у всех здесь. Унять возмущение Знаменца вышел глава поселка. Пожалуйста, как жильцы дома? Собирайтесь. Вы собственники этих квартир. В Знаменке на 12 тысяч жителей целых две парковки, говорит глава. А если кому не хватает, пусть пишут коллективные общедомовые заявки на расширение заездных карманов. В основном жители поселка Знаменка обеспечены гаражами. И просто порой собственная лень, когда не хочется до гаража машину отогнать, а проще ее оставить, припарковать возле дома, а утром комфортно уехать. Это другая сторона вопроса. Иными словами, руководство поселка причин волноваться об отсутствии парковок не видит. А Андрей уже готовится отдавать очередные 3 тысячи за следующий штраф.